Последняя тенденция у автомобилистов не покупать в автомобиль навигатор, который специально продается в магазинах, потому что это бессмысленная вещь. Во-первых, навигатор стоит денег, там тысячи две, три, четыре. Далее, то, что эти навигаторы в основном идут на Windows SE, есть, конечно, и на Android, но они еще стоят дороже. Далее, то, что навигаторы, которые конкретно, вот навигаторы для автомобилей, они имеют очень плохое железо, очень плохой экран и в основном резистивный экран. Это все отталкивает современного потребителя, который уже разбалован современными смартфонами, и получается, люди просто покупают обычный смартфон или специально покупают смартфон для навигации, устанавливают туда навигацию и используют конкретно смартфон для навигации, либо просто используют свой основной смартфон для навигации. Но у навигаторов, которые предназначены специально для навигации, есть один большой плюс. Этот плюс заключается в том, что они идут сразу с крепежом, который крепится на стекло. То есть на стекле у вас есть крепеж, вы достаете из бардачка навигатор, прикрепляете, и он прекрасно держится, никаких вопросов нет. Что же делать, если вы используете обычный смартфон для навигации? Ну или может быть, вы все-таки такой ретро-ценитель, и у вас есть старый навигатор на Windows SE, которому 8 лет, и у вас сломался крепеж на стекло, который крепит этот навигатор. Китайцы придумали вот такой крепеж интересный. По сути, тот же крепеж, что и для обычного навигатора, но у него есть универсальный разъем. Если в крепежах для навигаторов, там используется под каждый навигатор свой крепеж, вот эта вот планка, то здесь все до элементарного просто, и при этом очень удобно. Я сам не ожидал, что это будет очень удобно. Далеко ходить не будем, начнем. Присоска у нас самая обычная, ничего в ней нет интересного. Все работает, все держится. Сама ножка выглядит, конечно, хлипковато, но при этом она прекрасно работает у нас, держит шарик и не ломается. Конструкция у нас разборная. В случае чего можно разобрать, подремонтировать. Теперь переходим к самому главному, к крепежу. Крепеж у нас представляется вот такой вот крокодильчик. Внутри крокодильчика у нас есть не прорезиненная, а перфорированная, с нанесением таких вот рисок, резинка, что сверху, что снизу. Резинка просто приклеена к корпусу. И вот мы просто зажимаем наш смартфон, вот этим крокодильчиком крепим это все на стекло и у нас он держится. Допустим, вот так вот у нас все это будет держаться. Держится, на удивление, очень крепко. Ну, опять же, если вы, конечно, приклеите присоску к стеклу, нормально у вас все получится. Стекло будет чистое и присоска будет не бракованная. То есть сама конструкция, она довольно крепкая. Я использовал точно такой же крепеж на своем автомобиле, ездил даже по кочкам и он у меня даже не то, что не выпал, даже не сместился. Я вам даже больше скажу, что я его крепил не вот так, вот как, по идее, теоретически надо его крепить, а у меня он был закреплен вот так. То есть, по идее, от тряски он, я думал, что он может выскочить. Нет, у него даже не было намеков на то, что он выскочит. Вот такое дешевое устройство. Я его приобрел с китайского сайта всего лишь за 120 рублей. Сразу несколько купил на случай, что вдруг поломается. Но вот после использования в течение двух месяцев, одного, этот, второй, а первый у меня в машине, никаких нареканий к этой конструкции нет. Я понимаю, что со временем пластик, хоть я и хвалю, что хорошая конструкция и все это интересно сделано, но я понимаю, что это пластик дешевый. Со временем он, конечно, может выгореть и просто начать лопаться или какие-то места у него сломаются. Я все это понимаю. Но опять же, стоит это все чуть дороже 100 рублей. И купите сразу два-три таких устройства и положите два на запас. И это будет очень удобно. Это сломается у вас. Вы тут же возьмете второй и будете дальше продолжать им пользоваться. К покупке я это устройство рекомендую. Минусов я, в принципе, вообще не вижу. Плюс, первый, стоимость. Чуть больше 100 рублей. Второй плюс, то, что это присоска. Его можно, так скажем, прикрепить к любому месту на стекле, где вам удобно. Я видел аналогичные устройства, у которых вместо присоски здесь двухсторонний скотч. Тема тоже интересная, но это вас ограничивает установка этого устройства только лишь на одно конкретное место. А если вы хотите уже переставить, у вас начнутся проблемы. Далее. Плюс еще один. То, что здесь у нас шарнир, который вы можете отрегулировать под себя, как вам удобно. Клипс крокодильчик держит очень хорошо. То есть, пружина здесь очень хорошая. И держит наш смартфон или какое-нибудь другое устройство очень крепко. Нет никакого намека на то, что это все у нас отпадет. У меня все.